Я работаю главным технологом на заводе по производству лекарственных препаратов в Краснодарском крае. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Пять месяцев назад руководство нашего предприятия внесло в план по развитию производства освоения выпуска новой продукции, лекарства от простуды и гриппа в порошке. Для организации процесса необходимо было по сути осуществить покупку оборудования и получить документы для сертификации продукции. Согласно требованиям органов по сертификации лекарственных препаратов, мы обязаны произвести опытную партию продукта и сделать лабораторное исследование порошка от простуды и гриппа. В фармацевтическом производстве важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. Для этого необходимо аналитическое оборудование, которое также решено было по сути закупить на участок фасовки порошка. У нас, иначе говоря, на предприятии не было, по сути, гранулятора, при помощи которого можно было по сути бы протирать порошок. Я понимал, что нам не нужна большая машина, достаточно было по сути приобрести гранулятор для опытных партий производительностью 40 кг в час. Гранулы должны быть размером от 0,5 до 2 м. Первым делом я обратился к поставщику оборудования, с которым мы сотрудничали уже много лет. Качество и работа нашего предлагаемой техники нас, иначе говоря, устраивало, и мы решили рассмотреть этого производителя. Я узнал телефон компании в отделе продаж и связался с менеджером. Специалист, который, в принципе, разговаривал со мной, рассказал, что это такого оборудования нет в наличии и предложил другой вариант. Я внимательно изучил предложенный аппарат, однако оказалось, что у него производительность больше 100 кг порошка в час. Для опытной партии это слишком большой объем. Я отказался от предложенного варианта и занялся поиском другого. Аппарат я искал максимально эффективный и безопасный для работника из прочного материала. Машина должна быть компактная по габаритным размерам и понятная в обслуживании. Я приступил к поиску гранулятора порошка с чувством уверенности, что сразу найду необходимое оборудование. Однако задача оказалась не такая простая, как могло показаться. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранные варианты из-за высокой стоимости и отправит на повторный поиск. Затем я поискал аппарат для гранулятор сырья и порошка у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов пять компаний по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через полгода, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок шесть месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке гранулятора и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому, принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компании. Огромное значение имело длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма заказа получалась на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании из Ятеренбурга, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне автоматическое оборудование для дозирования в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант посредника из Москвы. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта фирма не фигурировала. Сайт компании мне понравился, современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист рассказал мне о возможностях автомата, прислал ролик на электронную почту, приводил опыт прошлых клиентов. Мне понравился его деловой и профессиональный подход. Условия доставки и цена меня устроили, и через неделю мы заключили договор на поставку гранулятора сырья и порошка. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. Гранулятор был прост в управлении, в аппарате предусмотрены две кнопки, зеленая, для пуска и красная для остановки процесса гранулирования. Просеивание происходило на сменных ситах. Выгрузка гранулята осуществляется через нижнюю воронкообразную часть основного бункера. Мы остались довольны гранулятором, порекомендованным и поставленным менеджером компании из Москвы. Было приятно узнать, что у нас, иначе говоря, много общих знакомых. Я планирую обратиться к этому специалисту за консультацией и покупкой другого оборудования для организации производства порошка при простуде и гриппе и уверен, что он подберет мне качественную технику. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы главным образом нам так и дальше казалось.